Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас всё самое вредное. Лапша Big Pond. Мои любимые чипсы с паприкой и роллы. Также у нас напиток Sprite. Давайте сразу выпьем. Вначале каждую мукбанг я должна хоть несколько глотков выпить. Я вообще очень много пью. Пью воды, разных напитков, чай, всё что угодно. Люди, которые хорошо меня не знают, очень часто удивляются, как много воды я пью. Постоянно пью. И в зале пью. Но в зале, когда много воды пью и потом занимаюсь, меня начинает тошнить. Поэтому я стараюсь именно в зале не так много воды пить. Но по возможности, опять же. Мне тренер тоже никогда не рекомендовал пить воду в зале. Я хочу с вами поделиться своими результатами. Насчёт спорта. Девчонки меня раньше спрашивали, есть ли какие-то результаты. В том, что я хожу на спорт, и я говорила всегда честно, что результатов нет. Вот сколько уже? Три месяца, как я хожу, я начала замечать первые результаты. Прям такие, знаете, явные. Вот в области ног, ноги стали более такие упругие, подтянутые. Мне просто писали все, что с таким питанием результатов просто можно не ждать. 90% это питание, только 10% это спорт и так далее. Я, вы знаете, однажды уже это слышала. Слышала, когда лечила свою кожу, мне все писали в комментариях, что если ты не исправишь своё питание, не стоит считать, что кожа исправится. Кто не в курсе, раньше у меня на коже было очень много сыпи. Я очень долгое время боролась с этим. Ходила по разным врачам, и врачи мне все говорили одно и то же. Надо поменять своё питание, всё зависит от питания. Но американские учёные ещё в 2017 году доказали, что сыпь на лице никак не связана ни с сладким, ни с фастфудом. Я это считала так, не только ссылаясь на эту литературу. Дело в том, что раньше я ехала в деревню с бабушкой. И получается, где-то 4 месяца я была в деревне, и там не было ни доставок никаких. Там был магазин один небольшой, и то там колбаски, сосиски продавали супер дешёвые, какие-то дурацкие. Ему, можно сказать, 4 месяца были на ПП. Что любит бабушка, то и я кушала. То есть это были всякие каши, там деревенское молоко, деревенские яйца и так далее. И вот за эти 4 месяца моя кожа никак не изменилась. И поэтому я делала вывод сама для себя, исходя из собственного опыта, что это никак не влияет. И состояние кожи и питания, это... Ну, то есть именно прыщи с этим не связано. Вот каждый раз, когда я шла к врачам, покупала кучу лекарств, которые они прописывают, лечения, всё. сдавала анализы. Некоторые люди, когда смотрят на людей с проблемной кожей, сразу говорят, ой, почему ты не найдёшь время на себя, почему ты не пойдёшь к врачу, почему всё это не вылечишь. Реально людям со стороны всегда кажется, что это такая мелочь, это так просто решить эту проблему. Каким только специалистом я не ходила, вот реально. И в кожвен-диспансере была. Прописывают одну фигню. Я пила и таблетки курсом. И приходила ещё раз, говорила, ну что не так, сдавала все анализы. Делала... Всё. Результат просто ноль. И мне начинали прописывать другое какое-то лечение. То ли у нас специалисты какие-то нехорошие, то ли я не знаю. Либо проблема такая, сложно решаемая. В общем, не смогли они решить мою проблему. Затем я начала принимать Раокутан. Раокутан просто вмиг решил мою проблему. И мне в комментариях начали писать, ой, сколько хочешь пей этот Раокутан, всё равно будешь кушать фастфуд, всё вернётся. Сама себя обманываешь. Кушаешь фастфуд. Да не будет у тебя идеальной кожи с этим питанием. Столько людей это писали, что я уже сама начала в это верить. Я прям буду руками. Я реально сама начала верить в то, что я не вылечу свою кожу. Огромные роллы. Но... Прошло уже сколько? Года два, наверное. У меня проблемы не возвращаются. Хотя я кушаю то же самое. Поэтому не всегда надо слушать мнения окружающих. Вот то же самое со спортом. Когда я начала ходить на спорте, начали писать, ой, кушаешь фастфуд, хочешь каких-то результатов и так далее. ребят, я уже вижу результаты. Прям существенные. Возможно, это как-то связано с генетикой. Мой родной брат тоже кушает один фастфуд, но у него очень крутое телосложение. То есть, например, на животе у него кубики. Хотя он особо спортом не занимается. Но ходил в спортзал где-то месяца пять. Я никого не призываю питаться неправильно. Каждый сам решает. Но я вам говорю, исходя из своего опыта. Не то, что какой-то ученый там где-то что-то написал. Возможно, если бы было бы правильное питание и еще занятие спортом, результатов было бы намного больше. Понятное дело. Но я не могу себе отказать. Первую неделю, когда я ходила в спортзал, я реально была на правильном питании. и решила, что только на мукбанках буду кушать фастфуд. А все остальное время буду правильно питаться. И вы знаете, за эту неделю я похудела на 3 килограмма. Вот что ему надо? Пытается залезть в малюсенькую сумку. Туикс не понимает, что он вырос. Он просто уже огромный. Дурачок, ты не влезешь туда. Бесполезно, что-то говорить. Коробку притащишь, пытаются залезть в эту коробку. Какая-то сумка стоит. Он пытается сесть в эту сумку. Попа у Туикс уже огромная, больше, чем у меня. Неужели он сам не видит, что сумка вот такая, а он сам вот такой? Ну, не поместишься ты туда. Он все пытается, пытается. Ну, у кого какие проблемы? В общем, такие вот дела, мои хорошие. Результаты есть. Это меня безумно мотивирует. Мне все больше и больше хочется заниматься, тренироваться и так далее. Я по большей части, если честно, делаю нагрузку именно на ноги. Мне хочется упругие, красивые ножки, хочется попу подтянутую. Я каждый раз делаю пресс. Но я не вижу подтянутого пресса. Я в интернете прочитала, что, оказывается, если у тебя есть жировая прослойка, пресса просто не видно. Надо похудеть. Я вот, это неизвестно. Какого он неизвестит? Я не люблю. Это неизвестно. Назвестно, он не перенес. Сколько приходят, Это неизвестно. Я рада, что будет, я покажу, что будет дальше. Он не привлек на себя. Я делаю, что происходит. самое главное я вижу и это меня мотивирует мне хочется заниматься сегодня у меня тренировка мне хочется туда идти потому что не увидел результаты хоть и первые хоть и небольшие но я начала замечать что как-то кожа более упругая даже вот здесь вот она поле упругая становится всех люблю спасибо огромное что досмотрели пока